Мы переехали в другой отель. В 2,5 раза дороже во Франции, чем в Греции. Это форт, который никто не мог захватить. Ну, девочки, попали в рай игрушечный. Ребята, за границей! Это мы, заграничники! Всем привет! Мы переехали в другой отель. Сейчас у нас называется отель Новотель. Уютно, красиво. Да, уютно, красиво. Тут достаточно цивильное. Мы не стали брать далекий отель, потому что у нас машины нету. А каждый раз вот это все загружать в одну машину, в другую машину, выгружать это очень напряжно. И мы решили взять отель прямо поближе. Мы вообще остались в том же, но там номера закончились. Обед поехал. Кстати, достаточно удобно. Заселение в 2 часа, а выезд в 12. Очень часто бывает, что в 11 выселяют, а в 3 часа заселения. То есть в целых 4 часа ты должен где-то там что-то проводить время непонятно где. В общем, с вещами можно оставить их. И в этом отеле тоже можно оставить вещи. Нам предложили. Ну, мы так сейчас и сделаем. Пойдем покушаем. Вот. И потом вернемся, уже нормально заселимся. И, соответственно, сегодня поедем, наверное, уже в центр на машине. То, что метро, на самом деле, здесь далековато. Здесь до метро примерно полчаса идти. А тут какая-то команда приехала заселяться. Вот. Футбольная или баскетбольная? Сейчас еще куртки, я не знаю. Да, да, да. Может быть, футбольная. Но отношения к туристам, ну и вообще к людям, это здесь разное. Значит, нам сказали до 2 часов ждать, а баскетболисты приехали и защелили сразу. И не сказали до 2 часов ждать. Вот так вот Франция, Париж. Отношения разные к обычным клиентам и привилегированным баскетбольной команде. Это бэкстейдж. Как это все делается со стороны. На фото все кажется красочным. А по факту вот так. Дети кидаются тыковками. Несколько людей сзади машут, чтобы развеселить их. Мама уговаривает Машу, папа уговаривает Ми. Майя уговаривает всех остальных. И в итоге никто не готов фотографировать. Все-таки нас заселили пораньше, и я был неправ. Все-таки отношения здесь хорошие. Как только подготовили все комнаты, выдали нам номера. Вот у нас 3 получается номера. И сразу сказали, ребята, проходите. То есть раньше, чем на час, нас заселили. 318, да. Ну-ка, заходим, смотрим. Здесь получается номер. Одна большая вот такая кровать. И диван раскладывается. Причем он двойной, получается сразу можно два места таких взять. Красивый вид на куда? На куда-то, в общем. О, мимичка нравится? И мимичка пошла смотреть, что же там такое. Так, смотрим. Следующий номер 319. Такой же точный номер. Да, один в один. Последний номер наш. Все номера полностью одинаковые. То есть большая двуспальная кровать. И такой получается диван-кровать. Номер достаточно такой удобный. Правда, вентиляция еще такая, она очень старенькая. Но будем надеяться, что вентиляция в этом отеле хорошая. Здесь такое типа под Париж. Окошко. Вот, оно не рабочее, понятно, не открывается. Но выглядит прикольно. Не так много машин ездит. Стройки никакой нету. Можно открыть окошечко немножко, приоткрыть, чтобы запустить свежий воздух. И ванная комната. Получается душ, ванна. И вот с видом спальни. Но это не работает, не открыть это. Но выглядит так прикольно. Декор прикольный. Всем привет. Вот даже хер поставили. Вот такой небольшой отель. Ой, небольшой номер. 25 квадратных метров. А мы пришли в наше любимое китайское кафе. Где можно очень вкусно покушать веганской еды. Сейчас мы покажем, что мы заказали. Но Маечка спрашивает. У нас завтра уже Хэллоуин. И Маечка спрашивает, как мы его будем проводить. Надо будет сходить в магазин, посмотреть, что можно купить. Да. Какую-нибудь красивую форму хэллоуинскую. А куда пойдем, дочер, отмечать Хэллоуин? Наверное, где я буду проводить Хэллоуин. Пойдем туда. Мы на какой-то главной площади. Да. Мы будем проводить. И будем там праздновать праздник Хэллоуина. Почему мы кушаем на улице, да? А не кушаем внутри, да? Да. А там, если мы кушаем, едем там. Давай я тебе отвечу, дочер. Да. Идея такая, что у нас сейчас еще не готов сертификат о вакцинации. Мы ее уже сделали, но это было 3 дня назад. Надо еще 4 дня подождать, и он активируется. И тогда мы сможем кушать всегда внутри. Хотелось сказать, рэпид-тест, это быстрый тест на антитела. Тоже только в носике поковырялись, и через 15 минут готов результат. Очень классный тест. Везде работает, и перелетать можно, и все, что угодно. И в кафе действует он. Но ценник на него, один сделать тест на одного человека, 25 евро. А в Греции было 10 евро. То есть в 2,5 раза дороже во Франции делать рэпид-тест, чем в Греции. Что, конечно, немножко напрягает. Поэтому мы тут рэпид-тест будем делать только, когда уже на экскурсии какие-то пойдем. Вот, тогда будем делать рэпид-тест. Такие макарошки вкусные, да? В своем соусе и брокколи с грибочками и с морковкой. Ага, Маиш, ты что здесь больше все любишь? Брокколи. Брокколи. Do you like broccoli? Yes, I do. Do you like broccoli? Yes, I do. Oh, no, no. Yummy. Вот такой ями-ями мы сейчас будем кушать. Капуста обалденная. Интересные грибы есть. Грибочки, да, вот такие. Но Машенька уже зарубает, начинает рубить макароны. Вкусно, дочь? Китайские макароны, лайк ставит. Гуляем сейчас по городу и вот как раз идем, видим наш этот красивый замок, рядом с которым мы делали прибивку. Вот такая красота. 19 века постройки с красивым небольшим парком, да, где можно посидеть и посмотреть на эту красоту. Тут вот прямо в самом центре города на развилке вот так машина подвинула светофор. Вот штраф тоже за бычки 135 евро. Правда, вот рядом кто-то кинул. Нет, правда, это целую кучу. Целую кучу накидали. Это протест, видим, об этом курении. Да, что они вот размещают, но не всегда это соблюдают. Мы идем в форт Мон-Валерьен. Это форт, который никто не мог захватить. Это я сейчас придумал, правда. На самом деле не знаю. Одна из самых высоких точек во Франции. Мы находимся на высоте сейчас. 61 метр. Самая высокая точка в Париже. 120 метров. Вот сейчас посмотрим, это эта точка или нет. Вот тут метро, станция метро. Уже наземного метро. И вот такое красивое граффити здесь нарисовали. Вот это я понимаю граффити, да? Красивый рисунок прямо на стене. Мы тут дошли до очень необычного ресторана. Сидеть в кабинках вот такого интересного. Ты ходишь и садишься в кабинку. Это получается фуникулер, да? А вы же зачем? Чтобы сразу встал и поехал. Шли мы, шли на наш форт. И в итоге попали под сильный дождик. Дождик становится все сильнее. Поэтому мы, наверное, сейчас что делаем? Заказываем Uber и едем в огромный торговый центр, в котором мы были уже, да? Мы в нем были, а детки у нас не были. Думаем, сейчас они поиграют в Хэллоуин. Не мать, что Хэллоуин там будет играть. Там сделали для деток разные активити прикольные, хэллоуинские. И вот сейчас дети как раз пойдут у нас там поиграют. А мы погуляем по торговому центру и что-нибудь купим. И купим какие-нибудь вещи. Мы тут зашли в интересный магазин игрушек в торговом центре. И сейчас там нас кто-то встречает. Пойдем смотреть. Давайте, девочки, кто там? Вот сюда в очередь встаем, и мы потом сфоткаемся. Хай. А не застеснялись, девочки наши. Мимичка, иди. Маиш, вставайте, сфоткаемся вас. Огромный магазин игрушек. Тут не только игрушки, но еще всякие эти халясочки. Очень много, да, всего. Ну, девочки попали в рай игрушечный. Мимичка, садись, поедешь. И Мимичка сейчас поедет тоже. Ну, все, поехали. Толкайся, толкайся, да. Да, магазин Pickwick Toys. Это, наверное, самый большой магазин игрушек во Франции, что мы видели. Также разные другие тематические животные, например, бэби-шарки. Очень большой магазин, даже есть для взрослых что-то. Так круто декорирован. Тут очень прикольные есть и движущие герои. Вот динозавр там огромный стоит. Также там классный стоит Я есть грудь. Очень классный детский магазин, наверное, один из лучших, что мы видели в Европе. Да, мне тоже нравится. А здесь огромный отдел Лего. Есть разные-разные Лего на разный возраст и на разные вкусы. А еще для взрослых есть такие наборы. Огромный автомобиль, какой-то кран. Он стоит 400 евро, 460 даже. Он очень огромный. Его, наверное, собирать надо целую неделю. И такой же экскаватор тоже большой. И фуры есть. Это если взрослым любят собирать, то есть чем заняться. Я сейчас буду сражаться с бабушкой. Давай, давай, давай. Бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Бум-бум-бум! Мамочка сражается против мальчика. И вот это драка. О, ну, кто победит! Кто победит! Прикольные настоящие костюмы супергероев, да. Шлем муравья, да? Рука Таноса с этими. Смотрите, какая огромная. Сейчас я тебе покажу. Ага, 140 евро. Да, она огромная просто. Но мы ни разу не видели, конечно, таких игрушек гигантских. Здесь отдел с разными рукоделиями. Это целый набор аквабит. Бусинки, когда можно сделать Анну и Эльзу. Здорово! Это можно из кукурузы сделать. Такие разные подделки. Облепливаешь. Получается объемная подделка. И еще большой отдел с играми, с пазлами. Вот смотрите, какой выбор большой пазлов. Настольных играх различных. Причем тот же, как на детей, так и на взрослых. Здоровский магазин. Если вы в Париже, вам что-то нужно купить для детей, то можно смело приходить сюда и найти все, что нужно. Причем очень много разнообразных таких игр, которых в других местах не было. Причем очень много разнообразных.